В Москве 10 часов 20 минут. Доброе утро, друзья! Меня зовут Юлия Егорова, и мы дождались нашего утреннего звездного гостя сквозь все пробки, преграды. К нам приехал певец, музыкант, композитор Стас Моря. Доброе утро, Стас! Доброе утро, страна! Доброе утро! Дело в том, что у Стаса есть сюрприз для нас. Он это назвал «Респект за опоздание». По пути на страну FM Стас сочинил новую хитяру. Просто мега-фреш ждет вас чуть попозже. Давай ты, наверное, отдышись сейчас, мы с тобой поболтаем. Да, конечно. Немножко по полочкам вот так вот все разложим, а потом ты нам вот это вот споешь. Мы успели, наши редакторы успели просто мега-оперативно распечатать текст уже, который ты нам отправил. А музыку будем сочинять со Стасом вместе по ходу, вот прям в режиме прямого эфира на стране FM. Это прям для меня самого первый опыт, но мне кажется, у нас должно что-то получиться интересное. Потому что это всегда вот, когда что-то новое рождается, это прям вот процесс, прям как из роддома выносит ребенка. А ты вот прям понимаешь, сейчас оно родится. Как этот момент наступает? Это такой момент, когда все отступает скорее. Вот такие бывают мгновения, когда какие-то все вот эти проблемы, они вот сначала комом-комом-комом-комом, и такой создается прям блок внутри какой-то. И потом что-то в какой-то ситуации, все это расщепляется, разлетается в сторону, и у тебя образуется такое вот ясное видение, и ты начинаешь создавать какие-то слова по крупицам, которые вырастают в песню. А как это происходит? То есть ты сразу начитываешь на телефон, там, текст или там мелодию, начинаешь напевать? Это как вот недавно один человек сказал, что возникает какая-то божественная музыка внутри, и начинаешь что-то такое вот мурлыкать себе под нос. И я сначала все это забиваю текстом. Потом, ну если какая-то есть прям особенная мелодия, которую хочется сохранить, потому что бывает какой-то ритм, там какой-то флоу некий возникает, там, когда вот слов я всегда пишу многословно, я не могу коротко выразить мысли. У меня поэтому, чтобы эти много слов уместились в мелодию, в ритм, их надо как-то аккуратненько расставить по этим ритмам. Соответственно, либо так, либо так, либо просто текст, потом добиваю музыку. Сейчас вот я ехал, я не успел записать ритм и мелодию, но она, в принципе, здесь несложная будет. Я вот текст забивал, одной рукой держа руль, другой рукой забивая текст, глазом смотря вперед. То есть для тебя идеальное условие создано, да, когда ты вот чуть-чуть на нервах, на адреналине, куда-то опаздываешь, и с улыбкой такой, смотри, да, 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 мне нравится так. Ты же вообще этим летом просто какой-то мега активный образ жизни ведешь. Я поизучала твой инстаграм, просмотрела там немножечко маршрут твоих передвижений, Таврида, Крым, Татарстан, вот буквально только что ты вернулся. Да, буквально вот несколько дней назад. Ну, у меня в последние несколько лет это такой традиционный же маршрут, вот как-то хаотично по стране, пока за границу меня не зовут, вот, но надеюсь, что в перспективе тоже это случится. Слушай, ну у нас в стране столько мест прекраснейших, один только Крым, вот твой любимый, я знаю, что ты здорово в нем разбираешься. Очень люблю Крым, и есть там такой вот замечательный форум, молодежный форум Таврида для творческих молодых людей. И я уже там с 15-го года сначала с концертами, потом был ведущим несколько лет, потом принимал участие в различных мероприятиях. И в этом году у меня случилась такая вот радостная для меня история, я уже собрал свою школу на Тавриде, это школа такой авторской песни, внежанровой, как мы это называем, такие необарды современные собрались. Необарды? Ну, типа, как бы раньше это было барды, и чтобы уйти немножко от стереотипа этого понятия, потому что барды у нас собираются где-то в районе Грушинского фестиваля, и этот фестиваль уже утратил свою. Ну вот как-то, да, ассоциация такая вот с этой историей. И да, решили, что это будет называться как необарды, такие новые барды, и в том числе, если брать там из таких вот популярных на сегодняшний день, например, Эд Ширн, это фактически такой же необард. И мы вот задумались о том, а почему бы вот наших современных таких вот музыкантов талантливых, которые в акустике просто разрывают души, и для этого не нужно там создавать огромное количество вот этих навороченных, новомодных звуков, аранжировок и битов. И вкладывать миллионы рублей и долларов. Если можно круто просто душевно, из души, так сказать, в душу донести все слова и все те переживания, которые есть у человека, и это работает. Ну вы круто поработали, ты там, ты делал отчет в инстаграме, десятки песен сочинили, там куча концертов в Судаке, ты даже, ты успел еще и свой сольный концерт организовать. У нас был такой сольный концерт от школы в Судаке на набережной, ребята пели свои песни, которые буквально на медне, днем ранее написали, придумали, мы что-то успели еще сделать в записи в демках, но это было круто. То есть это такой мега творческий штурм получается. Да. Сейчас ты выдыхаешь, ну если можно так сказать. Я стараюсь иногда выдыхать, у меня получается в перерывах, скорее где-то в перелетах, в дороге такие вот моменты выдыхания, где-то чуть поспать удается, иногда даже вот так вот что-то сотворить, потому что вот, наверное, в дороге удается немножко средоточиться и отключиться от какой-то суеты и выключить немножко связь, там, скажем, в самолете тем более. Что сотворил Стас Моря по пути на телерадиоканал Страна.ФМ вы узнаете чуть позже, мы сейчас ненадолго прервемся, чтобы потом вернуться и уже запремьерить новую хитяру от нашего артиста. Страна.ФМ В Москве половина одиннадцатого. Доброе утро, друзья. Мы встречаем этот день вместе со Стасом Моря. И прямо сейчас у нас в эфире абсолютный, тотально невообразимый эксклюзив. Дело в том, что Стас по пути к нам в эфир сочинил новую песню, текст есть, он уже даже распечатан, он перед Стасом. А вот музыку Стас сочиняет в прямом эфире. Стас меня только что попросил помогать, я, конечно, тот еще музыкальный помощник. Но уже рождается что-то, Стас. Я же слышу своим неабсолютным слухом. Такое волнение внутреннее сейчас обривает. Такого еще не было ни у кого никогда. Да. Здесь единственный припев, я придумал такую штуку, обращение к морю будет. Надо будет просто слово море пропевать немножечко под ре минор. И порой не хватает тебя в этом воздухе душном и затхлом. Как уснуть нелегко без твоих колыбелей ночных и волнующих запахов. Как тревожно в груди без твоей безмятежности вечной. Как же сложно найти полный штиль в суете будних дней бесконечных. Море. Море. Лишь когда рядом ты, я счастливый. Море. Без тебя просто невыносимо. Море. Я взял имя твое, чтобы быть ближе. Море. Но давай же скорей забери меня, слышишь? Море. И мне не важно, песок или галька, хоть острые скалы. Будь ты на штиле, сильный шторм и даешь 10 баллов. Дикие пляжи с кораллами или люксорл инклюзив. Чистая точно слеза или жалежь до боли медузами. Море. Море. Лишь когда рядом ты, я счастливый. Море. Без тебя просто невыносимо. Море. Я взял имя твое, чтобы быть ближе. Море. Море. Ну давай же скорей забери меня, слышишь? Море. Море. Лишь когда рядом ты, я счастливый. Море. Без тебя просто невыносимо. Море. Я взял имя твое, чтобы быть ближе. Море. Ну давай же скорей забери меня, слышишь? Море. Браво, Стас Море! Сделал это. Слова, музыка, все это в прямом эфире для телерадиоканала Страна ФМ. Это круто. Это просто буквально песня и час максимум от роду. Это прям вот самое прям... Но этой песне грозит продолжение? Есть у нее будущее? Я прям очень хочу, потому что мне нравится и содержание, и текст, и настроение. Мне кажется, что нужно это делать. А я сейчас, можно я признаюсь тоже и тебе, на всю страну, вот подпевала Стасу и чуть не плакала, потому что я впервые в прямом эфире пела с артистом вместе. Спасибо тебе за эту возможность. Спасибо большое, да, за возможность, так сказать, тоже прозвучать вот так вот впервые. Кстати, что касается моря, у тебя в Инстаграме можно наблюдать твои танцы на пляже, потом ты запустила какой-то флешмоб, я даже прошла по ссылочке про это лето, да, там у тебя девчонки себя отмечают, как они круто проводят лето 2019. Вообще, надо сказать, у тебя очень счастливый Инстаграм, наверное, один из самых вот таких жизнерадостных Инстаграмов вот у наших артистов, у наших звезд. Это вот прям правда все? Ну, я, можно сказать, адепт счастья, и вот я сейчас приехал из Татарстана, был там на одном таком большом мероприятии для вот таких одаренных школьников Татарстана выступал и привез с собой еще вот такой свитшот, так называемый, здесь вот надпись на татарском. Она не цензурная, можно читать в эфире? Можно читать, это означает на татарском счастье. У меня здесь вот есть венечка счастья на правой руке и вот такая вот венечка счастья на левой руке. Ага, мистер счастья. Я весь увенчан счастьем, и я считаю, что счастье это есть вот вообще основа жизни. Вот стремление к счастью через любые способы, это самое, наверное, правильное, что есть. Мы сейчас об этом говорим по утрам с нашими гостями. Вот если ты просыпаешься утром и чувствуешь, что сегодня счастье, он куда-то в отпуск уехал, что ты делаешь? Я, ну у меня есть такая традиционная методика, если я нахожусь дома, то это обязательно ванна. Я забираюсь в ванну. С утра пораньше? С утра пораньше провожу там минут 30-40, вот так, чтобы прям согреться, насладиться вот этим настроением. То есть фактически как погружаюсь в такое теплое море и создаю это у нас состояние. И потом уже как-то день становится как-то легче, позитивнее. Сегодня так же начиналось, несмотря на то, что пришлось встать очень-очень рано, потому что я ехал из Тулы, так как я живу постоянно в Туле. Это же твой родной город. Да, родной город. Я очень люблю еще одна очень замечательная такая история. Возможно, уже сейчас можно об этом сказать. То, что как раз моя школа на форуме Таврида повлекла за собой еще такую тему, как создание такого большого международного фестиваля авторской песни в Туле под названием Тульское море. С следующего года, я надеюсь, что мы уже стартанем. Да и что ж, надеюсь, я уверен в этом. Фестиваль будет собирать, как я предполагаю, как раз вот таких вот талантливых, добрых, молодых, одаренных артистов. Да не только, да, молодых, толковых ребят, которые пишут музыку от души действительно по-настоящему. Песни, которые вдохновляют, которые помогают наполнить состроением счастья. Причем это не только современная песня, но и в том числе это фолк. То, чего сейчас, на мой взгляд, очень не хватает в такой какой-то вот естественной форме и, может быть, как раз в каких-то таких вот синтезах, так называемых коллаборациях вот с современными музыкантами, фолк-исполнителей обретут еще вот свою какую-то популярность. То, чего, опять же, мне кажется, сейчас вот нужно нам всем, потому что засилие вот такой немножечко, ну скажем, не душевной, а более музыкальной сейчас вот формы на радио, на телевизоре. В основном упор делается на саунд-дизайн. И вот эта вся синтетика, она утратилась в ней вот именно душевность. Причем все об этом говорят, все говорят, ну хочется душевности, но продолжается вот та тенденция, о которой ты сказал сейчас. В том числе и песни новые, которые мы сегодня увидим в премьере, да. Это был такой эксперимент. «Море внутри», да. «Море внутри», причем изначально была песня совершенно другого настроения, но вот человечек, мой друг Юра Мещеряков, кстати, из Алтая, где я тоже недавно побывал, вот он предложил сделать ее такой вот современной, в современной стилистике, я решил поэкспериментировать, но не уверен, что я буду продолжать дальше вот в таком ключе, потому что мне, с одной стороны, звучание импонирует, но мне не хватает энергии на сцене, когда я исполняю эту песню, потому Вот эти вибрации, да, каких-то вот таких вот… Да, вот такой мощи какой-то. Она вот, это сейчас стилистика так называемого такого дип-хауса, какого-то такого кальянного какого-то хаоса, то, что… Чилинг, чилинг. Да, засели такой кальянной музыки, потому что огромное количество открылось кальянных, чайных всевозможных, и все это, наверное, вызвало такой поток. Это как побаюкивающе, да, вот это вот? Да, это вот такое начали все. Да, слушай, мы много говорим, давай уже послушаем твою песню «Море внутри», посмотрим клип прямо сейчас в эфире телерадиоканала «Страна ФМ», «Стас Моря», официальная премьера, погнали! Ну какое же у нас роскошное утро четверга «Стас Моря» в эфире телерадиоканала «Страна ФМ», мы только что посмотрели песню, вот сейчас аплодисменты должны зазвучать, потому что сам артист презентовал свой сингл «Море внутри», и клип немножко вот всетовал, Стас, что не хватило там каких-то съемок «Геликоптера», да, можно было бы еще круче сделать, но, по-моему, такая красивая жизнеутверждающая картинка, куда круче уже, Стас, вот на самом деле. Большой эксперимент, это, во-первых, первый клип вот такой вот настоящий у меня, и с этого, наверное, я уверен, продолжится какая-то другая уже история, причем мы сейчас готовим съемки на еще одну песню, как раз вот такая вот настоящая, близкая мне по душе песня «Мечта». Чтоб душа наизнанку, да? Да, тоже будем снимать в Крыму, там будет все наизнанку, там еще одна песня готовится, очень такой большой эксперимент, песня называется «Любовь», с таким надрывом, очень такой глубокий текст, когда ты давно родился, и потом я слышал такой бит, так называемый, как сейчас это модно говорить, да? И мне это как-то сложилось, срослось, и получилась песня. Я пока ее нигде не пел, она уже где-то несколько месяцев лежит в такой готовности, в боевой. А сколько вообще у тебя лежат в боевой готовности песен, да, которые вот-вот готовы выйти, но ты пока их еще там где-то приберег? Ну вот сейчас где-то, наверное, две-три песенки лежит в готовности. Я думала, сейчас скажет «Сто!» Нет, нет, я стараюсь как-то максимально ускорить, хотя даже, да, три песни точно лежит в готовности таких важных для меня больших песен. Одну, причем я даже думаю все-таки продать, потому что не совсем свойственный стиль звучания, потому что такая какая-то получилась легкая такая вот песенка немножко про любовь какую-то такую, но без глубины, скажем так, присущей мне и люди, которые... Без страдания ты имеешь в виду? Ну какого-то такого, без такого прям счастья такого большого, без большой формы, то, к чему привыкла, скажем так, моя аудитория. И я вот сейчас в сомнениях, стоит ли вот такой песней сейчас разбавлять все, что было, что это может вызвать какое-то такое немножко отторжение. С другой стороны, эта песня в исполнении, вот, ну, я пока не буду говорить одного из артистов нашей эстрады, она может стать прям абсолютно хитовой и, может быть, так и лучше будет, потому что она вот обретет прям, ну, такое целостное, по-настоящему звучание. А жалко продавать песни, вот когда вот что-то, что чувствуешь? Жаба немножко давит, конечно, да, потому что, а вдруг вот мне посчастливится с этой песней стать каким-то большим, прям совсем популярным. А с другой стороны, ну, если вот с такой формы стать популярным, то я могу утратить вот ту историю, которую я несу и с которой мне хочется как раз достучаться до сердец большой аудитории. Сейчас вот, ну, благодаря как раз песням про счастье, вот про вот эти радости и большие такие вот эмоции, я обрел свою аудиторию, из которой уже вот на пролежении там нескольких лет гастролирую по стране и нахожу большой отклик, и мне это нравится. Я пока не хочу менять маршрут. Стас, ты немножечко опоздал? Я так хотела с тобой поиграть, приготовила и ролевые игры, и блица. В ролевые игры в следующий раз, с твоего позволения, сейчас короткий блиц, вот не отвечай мне, не думаю. Я горжусь собой когда? Когда вот рядом с сыном я нахожусь, и у нас получается диалог вот такой настоящий, и мы улыбаемся. Круто, отец и сын. Сыну привет передайте, кстати. Сыну большой привет, да, сегодня, вчера его укусил собакой, вот сейчас немножко вот. Да ладно. Теперь начали делать уколы. Уколчики, уколчики, да, надеюсь, что все будет хорошо. Если бы мне предложили слетать в космос? С удовольствием, прям хоть сейчас, вот если там уже готовы принять, хочется посмотреть на это все. Открывайте трап. Друзья в шутку называют меня. Счастье, лето, Стасян. Стасян, самое главное для мужчины быть? Самое главное для мужчины быть мужчиной. Мужчиной. Мое любимое занятие по хозяйству? Люблю готовить. Да ладно. Прямо обожаю это дело, да. Топ-3 блюда от Стаса Моря? Щи, картошка жареная и настоящий салат Оливье. Мое все самое любимое. Я бы хотел познакомиться с... Я бы хотел познакомиться с Эдом Ширном, да, и хотел бы еще познакомиться с Ричардом Брэнсоном. Человек, который меня в свое время так впечатлил, и я вот периодически перечитываю его книги, и очень хочется узнать, как это. А Эду Широну, ты бы написал песню бесплатно? Легко, я бы половину ему отдал бы песен, наверное, если бы они им подошли. Так, еще у меня вопрос у тебя. Я не могу отказать себе в... В сладостях. Очень люблю сладкое. Да? А по тебе не скажешь. Отличная форма, Стас. Ну это просто сейчас вот до... Татарский свитшот, да? Да, он скрывается, черный стальной надел. Спасибо тебе, что успел сегодня до нас доехать. Аж из стулы со с моря к нам примчался. Презентовал нам свой новый хит. Мы желаем, чтобы эта песня была записана, да, и посвящена телерадиоканалу «Страна ФМ». Мы же тебя вдохновляли сегодня. Я думаю, через несколько дней обязательно я уже такую докручу, запишу ее, выложу в Инстаграм, в ленту и подпишу обязательно. Стас, самые главные слова, которые ты хочешь сказать сейчас своим слушателям. У нас 20 секунд. Друзья, дарите впечатление друг другу без всяких оснований, просто так. И как бы не было бы в жизни туго, не падайте духом по пустякам. Будьте счастливы, любите друг другу, помогайте друг другу, берегите друг друга. Жизнь такая сложная, но если мы рядом вместе, то все получается. Стас Моря, Страна ФМ. Спасибо тебе огромное. Меня зовут Юлия Егорова. До завтра.